Исайя говорит о покаянии. «Тогда придите, и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убелю, если будут красные, как пурпур, как волну, убелю. И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, — говорит Господь. Вновь и вновь Исайя говорит о покаянии, об обращении и сменении образа жизни. Но покой также имеет отношение к покаянию. Когда мы останавливаемся и просим прощения за то, что, быть может, ушли в сторону от Бога, за то, что мы думаем лишь о том, чего сами хотим, живем в угоду себе. Быть может, мы ранили какого-то человека, обидели его, причинили боль, сами того не зная, потому что мы так сильно увлеклись преследованием своих целей, то, что мне хочется, то, что по моей воле, то, что меня устраивает. И когда мы вступаем в этот покой, то, следуя призыву Исайи к покаянию, мы каемся. Мы все прекрасно знаем, что такое покаяние. Мы часто об этом говорим. И вы в России, в своих церквах, говорите об этом больше, чем мы в Америке. И мы должны покаяться в собственном эгоизме, когда мы хотим, чтобы все было по-нашему, когда мы ставим себя впереди других, впереди Бога. Покаяться за это, за то, что мы часто делаем, когда мы притесняем кого-то, не сознавая этого, теперь же мы должны покаяться. И в такие минуты я говорю, «Господи Боже, прости за то, что я отказывался от наивысшего блаженства, праведности перед Тобой ради мелких земных удовольствий, что эти удовольствия были всем, к чему я стремился». Господи Боже, прости за то, что в стремлении усердно служить Тебе я перестал наслаждаться Тобою и получать от этого наибольшую радость. И это на самом деле ловушка, в которую попадают многие люди, христианские работники, пастора, что мы так много сил тратим на то, чтобы помогать людям, что мы отдаляемся от Бога и перестаем получать радость от общения с Ним. И я часто говорю пасторам, что вы можете сказать людям, если сами не получаете радость от общения с Богом. И самое привлекательное в христианстве – это то, когда люди радуются в Боге, общению с Богом, радуются спасению, которое Бог дает. Это влечет людей. Они спрашивают, что это, что у вас есть? На моей работе молодая девушка пришла ко Христу, и все остальные не могли не заметить те перемены, которые произошли в ее жизни. И это заставило задуматься даже христиан, чьи мысли, дела, разговоры заключались лишь в стремлении удовлетворить собственные похоти. И у них уже не было той радости, которая была у нее. И они покаялись, чтобы радоваться Богу так же, как она радовалась. Исайя – тема переключения с мелких удовольствий на радость, свойственную Божьему народу. Чего же на самом деле хочет Божий народ? Когда вы приходите ко Христу, вы хотите быть оправданным. Божий народ стремится к праведному хождению перед Богом. Я никогда не встречал верующего, который не хочет быть праведным перед Богом. Вы когда-нибудь видели верующего, который говорил, «Я хочу обидеть Бога, я хочу быть плохим, я хочу оказаться нечестивым перед Богом?» Нет, каждый верующий хочет быть оправданным. Но мы сбиваемся с пути, и наша любовь к Богу уже не такая, какой была. И праведность понимается, как правильность в очах Его. Именно в этом праведность, в правильности в Его очах, быть праведным перед Ним. Праведность, как правильность в Его присутствии. Быть правильным не просто как духовное существо, не просто как человек, но и быть праведным в Его присутствии. Можно сказать об этом так. Божий народ стремится к тесному общению с Богом, быть рядом с Богом. Я никогда не встречал христианина, который не хотел бы быть рядом с Богом. Мы хотим быть ближе, мы хотим быть праведным в Его очах. И в этом радость Божьего народа. Она измеряется не по количеству богатства, не по качеству одежды, но она измеряется, насколько близки мы с Богом, насколько праведны мы в Его очах. Вы не хотите, чтобы что-то отделяло вас. Я знаю одного человека, который, будучи служителем, оказался в очень трудных обстоятельствах. Он принял решение вернуться на родину, зная, что там будут его преследовать. Но он сказал, «Я не хочу, чтобы было что-то, что отделяло меня от моего Бога. Я пойду куда угодно, я сделаю что угодно, потому что самое худшее в жизни — это когда что-то, пусть казалось бы что-то незначительное, пусть досуг встает между мной и моим Богом. Я не хочу, чтобы что-то было между нами». В этом радость Божьего народа — быть праведным и находиться с Ним в тесном общении. И есть множество текстов, которые говорят об этом. «Вкусите и видите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца Твоего. Рана насытина с милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Бог в наибольшей степени прославляется в нас тогда, когда мы находим в Нем наибольшее удовлетворение. Джон Пайпер. Бог радуется, когда мы удовлетворены в Нем. И не так сложно испытать эту радость, когда мы приходим за ней к Богу. Я уже говорил об этом ранее. Если будешь называть субботу отрадую, Святым Днем Господним, то будешь иметь радость в Господе. Вот моя радость. Есть субботняя отрада. Я не пытаюсь навязать какие-то новые правила. Я говорю об источнике радости, радости в Боге. И Он ждет нас, чтобы мы насладились этим временем с Ним, испытали радость, потому что радость Божьего народа в тесном общении с Ним. Субботняя отрада. Субботний покой – это изыск, что-то особенное, это что-то желанное, деликатес. Не знаю, нравится ли вам лобстер, но во всем мире он считается деликатесом благодаря нежному мясу. Это символ изыска, деликатесы. Или, быть может, вам ближе клубника, покрытая шоколадом. Как это звучит? Все, кого я знаю, любят шоколад. Это тоже деликатес. Суббота – это не что-то обычное, повседневное в нашей жизни. Покой с Богом – это что-то особенное, ценное. Почитайте покой святыни событием в высшей степени незаурядным. Мы с вами уже читали текст, записанный в книге Бытие, 2 глава, 3 стих. Помните, что покой – это первое, что осветил Бог. Божий народ желает тесного общения с Богом во время покоя. Покой – это один из тех путей приближения к Богу. Бог радуется, когда вы отдыхаете. И вот посмотрите на эту фотографию. Отец смотрит на своего собственного ребенка. Смотрит и радуется. если у вас есть дети, то вы знаете, насколько трогательно, открывая дверь детской комнаты, видеть, как ваш ребенок уснул. Он очень много играл, наделал много беспорядка, что-то уронил, или, быть может, даже разбил. Он играл весь день. И затем вы смотрите в его комнату, и вот он спит. Как трогательно. Бог радуется, когда вы отдыхаете. Не забывайте об этом. И на следующем занятии мы с вами поговорим, как вот эту радость, которую испытывает Бог, которую испытываем мы, как сделать это частью нашей жизни. Какие шаги мы должны предпринять, чтобы войти в это святилище покоя. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok